Изучая грустную статистику своего канала, которая по объективным причинам падает вниз, я оказался на всеми знакомом Алиэкспрессе. Думаю, а что там намутили? Наверное, что-то намутили китайцы. И действительно, за год, что я не изучал непосредственно, что там происходит, есть чему удивиться. Вот, например, Хиллбой, да? 119 тысяч плюс еще десятая доставка. Вот такой вот, я не знаю, Гондураса не было. При этом фотка не этого усилка, который продается. Они откровенно пишут, что это копия. То есть, это копия швейцарского аппарата, который стоит порядка 16 тысяч долларов. Вот, ну и его параметры. Но смех в чем? Полез я смотреть схему и искать. Дай-ка посмотрю схему. Схема, конечно, нарисована крайне отвратно. То есть, вот даже при большом увеличении, ни хера не видно. Но видно то, что ребята подошли радикально просто, решили не тратиться на операционники во входной цепи, на различные фильтры. То есть, лупанули С, я его на время, при этом обсопливив ее кучей кондеров, потому что, ну, при таком подходе она просто не может не возбуждаться. И, ничтожен, не сомневаясь, они рисуют очихушку. А, ну, очихушка у другого. Здесь, ребята, поскромнее. Ну вот, но прикол в том, что этот аппарат обнаружился у другого продавца вот по такой цене. Гораздо меньше, с очихушкой. И, ничтожен, не сумнявшись, рисуют очихушку. Очихушка, вот, ну, конечно, тут все это реклама, вот. Вообще, как бы... С частотой за мегагерс, ну, я честно скажу, что моего аппарата, какой он ультралинейный, не есть. Она у него покривее будет. Ну, потому что нет ничего идеального. А тут просто та же схема. Тот же, как вы видите, прототип. Где-то тут про деньги будет написано. Сейчас поищу. В общем, китайцы вообще потеряли берега. Ну, у меня слов просто не находится. То есть, уже подделывают все. Да, вот здесь уже цена изменилась с 16 до 20. Ну, хули. Крутим дальше. Ну, не факт, что он потянет 200 ватт, конечно, без возбуда. Поэтому они так рисуют скромно. Ну, и сигнал-шум, конечно, я посмеялся над вот этим. Вот. Ну, подстольник, может, и будет. Ну, бог с ним. Это не самое плохое, что я увидел. Самое прикольное дальше. Самое прикольное будет в конце. Вот я обнаружил еще чудо китайского. Блядь. Саунд-прома. Я даже не знаю, как сказать. Но похоже, ребята сидели где-то в курварах московской выставки. И тоже 9000 транспортировка. Глядя на наших продавцов, я вот смотрел на этот дикий какой-то дизайн абсолютно. И не мог понять, что такое впечатление, что он из блоков составлен. И когда начал читать, я писал его, я просто прифигел. То есть, проигрыватель компакт-дисков со встроенным ЦАПом. Оказывается, он действительно составлен из блоков. Причем блоки набраны с разных стран. Сейчас я перечислю. Этот перевод. Я не знаю, может, ссылки вставлю, наверное, к видосу. Вот этот провод, заметьте. Этот провод известный. Вот от этой вот херни. Вот этот вот провод. Ой, от аурдинной. Ну, я видосик сделаю там. Дальше. Тут, значит, эмлитики стоят, но скромные. На 4700. На 10 тысяч не стали тратиться. Сделали так, поскромнее. Какие-то трансформаторы. Оказывается, это японская национальная цифровища цифровые трансформаторы. Я просто упадаю в осады от этого всего. То есть, мы уже насчитали. Да, немецкие блок питания. Японское сокровище, разработанное в Штатах. Дальше, значит, опять питание. Ну, уже дака. Дальше идет датская система 2R. Вот такой вот винегрет, понимаете. Дальше еще прикольнее. Сделано в Италии. И т.д. и т.п. И тут я вижу, господи, да это ж родной Амтел. 32. Триу серия. Ну, аудио-видео для профессионала. Это звука. Ну, суета, что это. Амтел, блях. 32 серия. Все, блях. Я просто падаю и ржу. И в конце вишенка. Вишенка на торте. Контактный диск от СИЗ сделан на Норвегии. Причем, почему переводчик... Ну, действительно, китайцы, видимо, хотят кого-то восхитить. Переводчик переводит как специальный шок. Ну, то есть, подкладка под сидю. А, еще немецкие позолоченные разъемы. Ну, без этого никак. Без немецкого золота нацистской партии, которое перешло в позолоченные разъемы. Никуда. А, еще и Швейцария отметилась. В общем, отметились все. От Америки, Японии до Швейцарии. И, конечно, опять вот этот вот пульт. Дико смежной, потому что вот это стоит 1200 долларов профиль. Ой, извиняюсь, 1200 рублей профиль с доставкой. С кнопками. Ну, кнопки еще там рублей 500. Но это подается как изысканный алюминиевый чипов. То есть, когда задаешь людям, хотите вы такую хрень, что она будет 2,5 тысячи примерно стоить с работой. Все говорят, дизайна нет. Ну, и так далее. Ну, это еще не последний лот. Последний лот это акустика. По части акустики в Китай вообще переплюнул просто всех. Десятидюймовая, трехполосная, с каким-то невероятно невнятным углом. Ну, что это похоже, как сбежавшая от китайской стены. Да, ценник вы видите, доставка. Скромнее, сеть не стали. 160 тысяч рублей. А что? Нормально. При этом вес у нее всего 41 килограмм. То есть, мои, ну, примерно так же, под сороковник, может, за сороковник весят. Тягаемый вдвоем чувствительности у нее нет, несмотря на 10-дюймовый динамик. Все 86 децибел. Ну, как бы это один из признаков китайского звука. Так они не могут делать чувствительные динамики. Тут они тоже не поленились нарисовать характеристику. Но я это все говорю к чему? К тому, что ни у усилителя, ни у акустики, ни у сидюка, ни одного аудиофайла не прикреплено. То есть, судить можно только вот. Вот здесь, значит, я, честно говоря, не понял. Я сначала думал, что это все-таки сканшпик, но потом, оказывается, это китайское что-то свое. И вот конденсаторы, вот эти вот французские. Кстати, вот видно катушку, что вот эта катушка с сердечником. И вот эта с сердечником. То есть, у них квадратный профиль, а бессердечниковый вот круглый. То есть, даже мудрее спихнуть катушки с сердечником. И вот эта МКП, ну так, средняя, как бы, хаэндности конденсатора. Не самые крутые, не сильно дорогие французские. Ставил я их, кстати, в винил корректоры. Но для того, чтобы запуливать цену, ну, грубо говоря, в 10 раз больше, чем они стоят. Ну, не в 10, может, а в 5. Но это действительно надо китайцам родиться. В общем, вот это, вот это меня, конечно, конденсаторы меня просто добили. То есть, в акустике такого уровня, сердечниковые, значит, эти самые, конденсаторы. И вот этот вот странный резистор, кстати, тоже с радиатором. То есть, это получается. Она, грубо говоря, имеет большой перепад по согласованию, что он там, что он там вообще греет. Для чего он сделан. Ну, надо смотреть фильтры, но схемы фильтра нет. Потому что китайцы решили, а нахер, достаточно вот эту фичу нарисовать. При этом, тут видно честно, что у них начинается линейность от 55 Гц, несмотря на 10 дюймов. То есть, то, что стоит, допустим, у меня, ну, переиграет в рот и в нос. И, кстати, вот спад на 20, на 15 кГц. То есть, никаких там супер-твиттеров шелковых и прочее. А, ну, здесь они убеждают, что это использован ScanSpec 3.04. Ну, кстати, он вот аналогичный стоит вот, где мы голоса слушали у всего. Ну, каким образом они подключали, я, честно говоря, удивляюсь. А все остальное китайское, да? Все остальное китайское. А, нет, вот еще. Вне классическая посадка ScanSpec 45.31. Ну, действительно, вне классическая. Ну, все, на этом я заканчиваю. Как бы, китайцы потеряли берега совсем на фоне демпирования. Хотя, конечно, можно сделать подарок нашим людям, выпустить киты для усилителя, но будет ли кто их покупать. Цена будет смешная, где-то в районе 8 тысяч, но паять вам придется самим. То есть, плата и набор деталей. Может, даже чуть дешевле, надо посмотреть. Штук 30 хитов я могу хоть завтра отправить по адресам. Единственное, что придется вам операционники покупать, потому что операционники дорогие очень. 70-100 долларов за операционник, то есть, на два канала. Ну, это уже ваши проблемы. В общем, пишите отклики. Смотрите по ссылкам. Может, где-то скачаете. Где-то вот играет. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что она играет. До свидания. Продолжение следует...